Прошлой ночью мне Господь дал сон, и я просто почувствовала, что мне нужно этим поделиться. Я думаю, что этот сон больше для неверующих, и ободрение будет для тела Христова, для тех, кто ждет Иисуса. Я верю, что это очень срочно. Иисус грядет перед семилетней скорбью. Во сне я не знала, началась ли уже война, но у меня было сильное ощущение, что вот она уже на грани, и вот-вот она должна уже начаться. У меня было очень ужасное чувство, и во сне я думала о приготовлении всех этих людей, потому что вы сами знаете, что мы часто слышим все эти предупреждения о нехватке еды, о том, что нужно делать запасы. Но во сне я понимала, что все это не имеет никакого значения. Я четко понимала, что никакая подготовка не подготовит всех этих людей на самом деле в этой семилетней скорби. Никакая подготовка, никакое количество запасов, ничего, ничего не может тем людям не поможет, которые останутся позади. Просто нет возможности подготовиться к этим вещам. Я начала плакать, и я на самом деле никогда так не плакала во сне. Я рыдала. Думаю обо всех этих людях, которые останутся позади. Я только об этом и думала, что они останутся на эти семь лет. А потом я начала думать о своей маме, она неверующая. И я подумала, как бы мне предупредить ее через что и предстоит пройти. Потому что я знала, что она не собирается принимать Христа. И я знала, что она, скорее всего, не верит слову, о которым я ей говорила. Но, может, она все-таки вспомнит об этом, когда настанут эти трудные времена, во времени этих семи лет. И я, в общем, я обдумывала все эти вещи во сне. Я просто чувствовала, что есть это чувство срочности. Как будто я знала, что Иисус вот-вот буквально вернется. Что вот-вот последует семилетний скорбь. И я, как сказала, как будто началась война. У меня были еще сны. И я верю, что прямо перед этими событиями внезапно Дети Божьи уйдут. Мы смотрим сейчас на мир, и кажется, что становится все очень плохо. И все так быстро разворачивается сейчас, как никогда-либо. Последние два года все как-то идет быстро, друг за другом. Случается сейчас то, что многие когда-то говорили, и казалось это безумием. И второй сон, о котором я также хочу сказать. Мне Господь показал во сне как шкалу. Я видела свой дом, и там было все пусто, как будто все ушли оттуда. Я сама как бы была на чемоданах, готовая к переезду. И в моем доме последствия оказались люди, которых я не звала. И все они там располагались кто где, в комнатах. И знаете, эти люди представляли собой детей дьявола, как сатана, возможно не верующих какой-то степени. И какой-то человек попросил ключ от моего дома. И я сказал ему, нет, я не дам тебе ключ, который у меня все еще оставался. И там во сне я как будто понимала, что у меня еще остается три дня. Так что я не собиралась его отдавать. Я думаю, что мы все больше видим многих нечестивых, которые заполняют все везде. И у нас осталось совсем немного времени. Октябрь 2022 год